Привет, мои хорошие! Множеством легенд обрастает сценарий долгожданного шестого сезона, но пока нет официальной информации о дате выхода от Томаса Астрюка. Официально нет синопсисов о шестом сезоне. Но как мы всегда наблюдали, что пираты не дремлют и всеми силами пытаются заполучить любую информацию до ее официального представления. Давайте поговорим о фейках и мифах шестого сезона. Конечно, нельзя утверждать, что в случае с фейковой информацией такого в реальности не будет. Наоборот, все это вполне возможно. Мне порою кажется, что сценаристы пристально наблюдают за фанатскими версиями и собирают статистику по просмотрам таких видео. И если какая-нибудь теория или фейк пользуются большой популярностью, то Томас наверняка использует эти идеи для создания новых серий. Так, например, теория о Коте Блане была намного задолго до этого, как создали эпизод. Я создавала много фан-версий и спустя годы я наблюдала очень похожий сценарий в мультсериале. Вы скажете, это совпадение? Возможно. Но это так странно выглядит, что порой окажется, что сам Томас меня плагиатит. Как бы смешно и странно это ни звучало. В сети ходят слухи о якобы подтвержденной информации самим Томасом Астрюком о том, что Хлоя погибнет в авиакатастрофе в шестом сезоне. Но это фейк, поэтому не расстраивайтесь заранее. Также ходят слухи, что Хлоя не появится в шестом сезоне и будет учиться в Лондоне. Но и в это я не поверю. Такой персонаж, как Хлоя, не может не участвовать, как союзник Лилы. Лила становится новой носительницей чудесной бабочки. Как Хризалис она способна коммутизировать парижан. Говорят, что она и останется в этой роли на протяжении еще трех сезонов. Образ Хризалис на этом постере, к сожалению, не является официальным. Или, например, вот этот образ, который выглядит весьма эффектно, но тоже является фанатским рисунком. Уже давненько мы видели вот этот образ Лилы, и я делала фан-версию трансформацию Лилы еще в начале 22-го года. Лила с каждым днем обрастает легендами, и это является одним из замыслов сценаристов. Они специально нас маринуют для подогрева нашего нетерпения. Лила очень сложный персонаж. Ее история жизни нам пока неизвестна, но очевидно, что она полна тайн и запутанных историй. На данный момент известно о трех женщинах, которых она называет мамами. Она хитростью проникает в чужие семьи под видом, когда-то потерянной ими дочерью. Действительно, люди порой совершают ошибки в молодости, и в период своей слабости и невозможности содержать рожденное дитя, отдают их в детские дома. Но спустя время начинает искать своих детей. Лила, в силу своего ума и таланта, способна найти такую информацию и воспользоваться ей в своих интересах. Говорят, что на самом деле она всю жизнь росла в детском доме, именно поэтому она ищет недополученную любовь и признание. Возможно, это и есть ее желание изменить свою жизнь и жить в полноценной семье с рождения. Мне понравилась фанатская версия, недавно появившаяся на канале Грефи, созданный короткий эпизод о том, как Эдриан становится новым праздником из-за того, что его отец был сильно ранен в битве с Леди Баг. Габриэль в коме, и Эдриан понимает его мотивы и не может смириться с потерей родителей. Но этот ролик нельзя воспринимать, как официальный слив будущих эпизодов. Это всего лишь качественная фанатская серия, которая сделана на высочайшем уровне. Она мне очень понравилась и, безусловно, заслуживает лайка. Томас Астрик у себя на страничке в Твиттере выкладывал новый образ Хлои в образе королевы реплики. Ее костюм очень интересный, но, к сожалению, он также не относится к шестому сезону. Этот образ создавался для компьютерной игры, но не исключено, что в итоге мы его увидим в будущем мультсериале. Себастьян Тибода, один из сценаристов сериала, опубликовал первый постер-тизер к шестому сезону с надписью «Скоро». Этот постер, наверное, пока единственный из подтвержденных постеров, к сожалению, не сильно информативный. Говорят, 8 августа должна появиться информация о шестом сезоне. Возможно, появятся первые спойлеры. Также напоминаем про Комик-кон в Сан-Диего, который скоро состоится, и, возможно, там будет хоть какая-то информация по шестому сезону. Очевидно, если уже объявили о продолжении мультсериала, то в скором времени появится больше информации и даже первый трейлер. Нельзя долго мариновать фанатов в котле неизвестности, чтобы они попросту не перегорели. Это главное правило удержания аудитории. Поэтому не верьте тем, кто говорит, что мы не увидим официального трейлера в этом году. То, что премьера первого эпизода шестого сезона появится не ранее 2024 года – факт. Но не переживайте по этому поводу, ведь еще не все посмотрели недавно вышедший фильм «Адаптацию к мультсериалу». А самое главное – нам покажут спецэпизод из серии «Мультивселенная» уже в этом году. О нем я уже рассказывала в предыдущих сериях, но немного напомню его скудное официальное описание. В Париже появляются владелицы Камней Чудес из другого мира. Они из параллельной вселенной, где все наоборот. Владельцы Камней Чудес Божьей Коровки и Суперкота Таксибак и Кокоть Нуар – злодеи, а владелица Камня Чудес Бабочки – Эсперия – супергерои. Леди Баг и Кот Нуар должны помочь Эсперии отразить атаку своих злодеев, двойников и не дать завладеть Камнем Чудес Бабочки. Смогут ли наши герои помочь Эсперии, вернуть Таксибак и Коктя Нуара на путь добра? Сейчас все силы и время студии ЗАГ направлены на доработку этого спецэпизода и являются на сегодняшний день приоритетом. Весьма интересный эпизод, в котором мы увидим альтернативный взгляд на владельцев главных Камней Чудес. Это параллельный мир, в котором история жизни Маринет и Эдриэна совершенно иная. По каким-то причинам Маринет и Эдриэн перешли на сторону зла. Я с нетерпением жду выход этого спецэпизода и обязательно дам вам знать, если появится больше информации о дате выхода и деталях сценария. Конечно, многие из вас не любят спойлеры до премьеры, но этого нельзя избежать и более того, могут вызвать у вас дополнительный интерес. Я уже не говорю о построении невероятных теорий о будущих сериях и о том, какая гипотеза подтвердится, а какая нет. Это своеобразная игра в кошки-мышки, и нельзя отказываться в удовольствии сыграть в эту игру гадайка. Мне, конечно, будет не хватать Габриэля. Мы уже все привыкли видеть именно его в качестве злодея. Главным ожиданием было то, как он сможет разбудить Эмили. Мало того, все были уверены в том, что эпизод с воскрешением Эмили мы увидим в финале. Трогательное воссоединение Эмили и Эдриэна, их объятий и слезы счастья. Жаль, что всего этого нам не показали. До сих пор идут споры о том, а жила ли Эмили? Кто был с Натали на Террасе? Эмили или ее сестра? Почему ищешь памятник Эмили во дворе дома Агрестов? По теории равновесия вселенной, Габриэль мог пожертвовать своей жизнью только ради одного человека. Именно поэтому он смог отдать свое здоровье только одному человеку. Это была Натали, которая на тот момент оставала жить несколько часов. Как оказалось, идеального желания не существует, о чем и пыталась толковать Габриэлю Маринет. Странно, что она это понимала, а Габриэль нет. Хотя что ожидать от Габриэля? Он практически сошел с ума в надежде изменить ошибки прошлого. В конце пятого сезона, после ранения катаклизмом, Габриэль вообще плохо соображал. Эта постоянно растущая физическая боль не могла дать ему и продумать все шаги наперед. Несмотря на потерю такого брутального персонажа, мультсериал не обеднеет на расчетливых злодеев. Нам прямым текстом сказали словами мадам Цурруги о том, что она продолжит начатое Габриэлем дело. Вполне возможно, что однажды Цурруги получит камень бабочки. Может, это именно она создаст Тайм Тайгера? Противостояние Лилы и мадам Цурруги вполне могут нам показать в новом сезоне. Сомневаюсь, что Лила захочет объединиться с Цурруги против Леди Баг. Хотя этот сценарий я бы не исключила. Они обе хитры, и для достижения своих целей они могли бы объединиться, играя двойную игру. Но у них разные желания, и Лила в истории Кагами и Эдриэна совершенно лишняя в представлении нового мира Цурруги. Лила, безусловно, сложный персонаж, и пока не совсем понятно, для чего нам показали тот факт, что она параллельно учится в другой школе. Наверное, для того, чтобы показать, что двойная жизнь Лилы – это ее обычный образ жизни. Хоть Маринетт ранее разоблачала ее во лжи, это не значит, что она сможет делать это в будущем, тем более с новым обретением сверхспособности Лилы. У Лилы три мамы, а значит три имени и даже три дома. Ее сложно будет вычислить, даже если узнает, что талисман у нее. Она как паук, который плетет свои сети в разных углах для того, чтобы желаемая добыча попала с ней в лапы. Очевидно, что первым ее желанием будет разлучить Маринетт и Эдриэна, и не исключено, что у нее это получится на какой-то промежуток времени. Маринетт у нее главный враг, а значит и Леди Баг в опасности. Так и неизвестно, пока знает она, кто скрывается под маской Леди Баг или нет, но даже если она и не знает, то я уверена, что рано или поздно секрет личности Леди Баг будет для нее раскрыт. Лила уверена в своем превосходстве перед Маринетт, и это, наверное, главная ее ошибка. Она недооценивает обычную девочку-пекаря. Маринетт очень умна и хитра, но у нее тоже есть уязвимые места. Нельзя забывать о Алекс, который не допустит трагедии и сможет помочь Леди Баг в случае глобальных непоправимых ошибок. А у меня на сегодня все. Ждем новой информации. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик. До свидания, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok